Это понятная реакция, потому что мы боимся, и это проявляет в нас нашу энергию, и мы не знаем, куда этот страх деть, и естественно от этого начинают страдать другие, либо мы сами, потому что агрессия — это не самое приятное, что может быть в жизни. Что сделать здесь? Агрессия — это в любом случае энергия. Направьте свою энергию в позитивное русло. Ну, наконец-таки сделайте то, что миллион лет не делали, и что вам не хотелось и не нравится делать. Я вспоминаю, это, конечно, не про агрессию, я вспоминаю украшение строптивы. Помните, как там Челентано рубил дрова? В общем, свою энергию, правда он сексуальную энергию там пытался перевести в другое русло. Попытайтесь свою агрессию, направить в позитивное русло. Это та энергия, которая нужна сегодня, возможно, другим людям, чтобы помочь. Это может быть любое полезное для других или для вас дело. Помните, что агрессия нам дана для того, чтобы мы могли защищаться, но сейчас странно было бы махать перед коронавирусом шпагой. Защитите себя, защитите своих близких и подумайте, куда вы можете направить свою энергию. Поверьте, там очень много силы, и если это будет сделано с пользой, вы получите от этого даже удовольствие. И еще, наверное, один из важных моментов. Я занимаюсь арт-терапией и творчество, как нельзя лучше, может быть, вылечить. Рисуйте, пойте, танцуйте, делайте все, что связано с творчеством. Ваш страх выйдет через ваше творчество. Давайте мы вспомним картину «Крик», которая нас повергает в ужас или большое количество в кинематографе ужастиков описанных. Люди воплощают свои страхи в искусстве. Может быть, это пришло ваше время, и вы станете известным, воплотив свой страх в каком-то шедевре.